Христос воскресе, дорогие отцы, братья и сестры, матушки. Сегодня мы с вами продолжаем лестницу изучать. Самая обширная степень, четвертая, о блаженном и преснопамятном послушании. Мы с вами закончили на 36 пункте. Зачитаем. Он очень обширный, но с некоторыми пояснениями зачитаем. Некто из преснопамятных вонных мужей, имея великую ко мне любовь по Богу и дерзновение, сказал мне однажды с искренним расположением. Тут идет ряд таких поучений, ряд наставлений. Конечно, они встречаются и в других аскетических книгах. Давайте зачитаем. Если ты мудрый в чувстве души, имеешь силу того, который сказал вся могу о укрепляющем меня Христе, если дух святой, росой чистоты, нашел на тебя, как на святую деву, если сила вышнего, сила терпения осенила тебя, то припояшь, как муж, чресло твоя лентеем послушания. И восстав с вечера безмолвия, умывай ноги братьев в сокрушенном духе. Или лучше сказать, поверни себя под ноги братства мыслами самоуничижения. Иногда спрашивают, где же брать силы для того, чтобы смиряться перед братьями. Будем вспоминать, как здесь вот говорится, тайную вечерю, когда Христос снял верхнюю одежду, припоясался лентеем, полотенцем и умывал ноги своим ученикам. И он сказал, что «Я ваш Господь и Учитель умывал ноги, и вы должны умывать ноги друг другу». «В дверях сердца твоего поставь стражей строгих и неусыпных. Держи неудержимый ум в теле, находящимся в молве. При действии движения членов телесных обучайся умному безмолвии, что всего достославнее». То есть он говорит о том, чтобы отражать всякие злые помыслы, беречь свое сердце, ум направлять к Богу и пребывать в безмолвии. «Будь неустрашим душой среди молвы, связывай язык твой, неистово стремящийся на прикословие». То есть запрещается прикословить. «И семьдесят крат седьмирицию в день сражайся с симмучителем». «На душевном кресте утверди ум, как утверждают на ковальню в дереве, чтобы он, будучи поражаем частыми ударами молотов по руганию, укорению, осмеянию и обид, пребывал, нисколько не расслабляем и не сокрушаем, но весь гладок и недвижим». Очередной раз мы здесь можем удивляться, но как же так? Человек ушел в монастырь, какие могут быть частые удары по руганию, укорению, осмеянию, обид? Откуда это может быть? Дело в том, что, да, представления некоторые такие о монастырях, что там все люди идеальны уже, но на самом деле все те страсти, которые даже в миру бывают не очень заметны, они обнажаются среди братьев в монастыре, активно этому содействует враг рода человеческого, что поругались братья, поссорились, и каждый брат пребывает в подвиге, но случается, что по Божьему попущению, для нашей пользы, вот такие всякие неприятности в монастыре тоже, и надо быть к этому готовым. «Совлекшись собственной воле, как срамную одежду, и обнажась от оной, ступи на полплеча, что редко и нелегко облетается, то есть говорится о послушании, не следовании своей воли, потому что воля же страстная, воля падшая, и вот следовать ей опасно. Облекись же в броню веры, неверием к подвигоположнику несокрушимую и непрободаемую». Здесь не совсем могу понять. Неверием к подвигоположнику несокрушимую. А, облегись в такую веру, которая не сокрушается неверием к подвигоположнику. «Бесстыдно стремящиеся осязания, укращай уздой, целомудрие, то есть беречь и чувство осязания, размышлением о смерти, удерживай глаза свои, которые ежечасно хотят любопытно смотреть на телесную красоту и великолепие, то есть даже на природную красоту. «Любопытство ума обузовы по печеньям о самом себе». Вот, помнится, в «Отечнике» говорится, один подвижник к другому пришел, мне кажется, к отшельнику Исаии. И как-то молятся, они уже под утро всю ночь промолились и запели петухи. И этот гость говорит, «Ава, а что здесь, петухи есть?» А тот ему отвечает, «Отец, есть тебе дело для этих петухов, молись Богу». То есть даже и такого не должно быть любопытства. «Не позволяй ему, то есть уму, осуждать брата в нерадении и неленностно избавляй, изъявляй всякую любовь и милосердие к ближнему». Важно очень во всяком случае проявлять любовь. Даже это и в быту, вот, допустим, садимся мы кушать за стол, надо постараться другим угодить, что-то подать, что-то в стул поставить, правильно, в чем-то помочь. И так везде. Мы идем вместе, дверь открыть человеку, и чтобы это вошло в нашу привычку. «Асему разумеет вси, яко Христово ученицы, есть мы, аще любовь, ибо мы между собою. Гряди, гряди, говорил сей добрый друг, гряди сюда, во дворе с нами, и пей на всякий час поругание, как воду живую». Видите, приглашает в свой монастырь, что здесь есть поприще для подвига. Будут поругания, но это очищает нас. «Давид, испытавший все прекрасное и все сладостное под небом, после всего, как бы в недоумении сказал, сеть что добро, или что красно, то есть что самое лучшее на свете, и говорит, ничто иное, как ежежитие, братья в копе». То есть жить в общежитии среди братьев, единомысленных, это самое лучшее. «Если же мы еще не сподобились сего блага, то есть такого терпения, послушания, то хорошо для нас, по крайней мере, познавший немощь свою, пребывая в уединении и далеко отстоя под подвиженского поприща, углажать подвизающихся и молиться, чтобы Бог даровал им терпение». То есть, говорит, если ты не способен поступить в монастырь, то надо хотя бы укорять себя за это, что ты понимаешь, что не по силам тебе там будет, а за тех, кто в монастыре, молиться. «Побежден я был добрым всем отцом». Это Иоанн Лесичин говорит за эти советы. «Побежден я был добрым всем отцом и превосходным учителем, который и евангельский, и пророческий. Лучше же сказать дружелюбно поборол нас, и мы без сомнений согласились дать преимущество блаженному послушанию». Есть интересное житие Антония Нового, который жил отшельником очень много лет, а потом где-то прочитал у святых отцов, что лучше в общежитии пребывать, чем на отшельничестве по собственной воле жить. И он говорит, а, даже такая фраза была сильная. «Тот, кто, живя в пустыне, осознает, что он не несет никакого подвига, а подвиг только в послушании, тот, будучи слепым, прозрел». И он говорит, «Господи, неужели я столько лет подвязаюсь, еще и слепой, хочу, наконец-то, и прозреть?» И он пошел в общежитительный монастырь, там нес послушание, смирялся, вот, и приобрел большую-большую пользу. Воспомянувши еще об одной душеполезной добродетели сих блаженных отцов, и как бы вышедшей из рая, предложу вам опять неприятные и неполезные мои тернословия. Ну, то есть, говорит, я вам рассказывал, как отцы получают, вот теперь от себя что-то скажу, хотя ей недостаточно. человек. Неоднократно, когда мы стояли на соборной молитве, блаженный пастырь он и замечал, что некоторые из братьев беседовали между собой, и таковых ставил на всю седмицу перед церковью, повелевая, чтобы они кланяли всем входящим и исходящим, и что еще удивительное, он наказывал таким образом и самих клириков, то есть священнослужителей. тут хочется отметить, что в наших некоторых храмах совершенно справедливо вывешена табличка из речения старца Амвроси Оптинского, который говорит, разговаривающим в храме посылаются скорбью. Бывает, что мы табличку-то вывесим, и прихожане действительно приходят в страх Божий, стараются не разговаривать, но, к сожалению, в алтаре беседа бывать не прекращается. И священники беседуют, и друг с другом, и с диаконами, с панамарями, и не слушают службу. Конечно, этого не должно у нас так быть, в алтаре не надо, не желательно какие-то там решать вопросы. Божие Богу. А остальное суета потом уже после службы. А так надо стараться молиться. Даже, помните, мы говорили, что если священник во время службы посмотрит в окно, это уже надо в этом каяться. То есть отвлечение от молитвы. Видите, здесь говорится в лестнице, что и священнослужители бывали, согрешали празднословием в церкви. И за это были наказуемы. Поэтому всячески надо строго-строго. Вот Серфим Сороский говорил, поучал, по-моему, диакону одному говорил, не вздумай разговаривать в алтаре. Даже кто-то будет вынуждать, смотри, бойся Бога. Поэтому нам стараться молчать в алтаре, молиться, вынимать службы. Иоанн Лесящин говорит, что заметил одного брата, который более других даже внимательно молится в начале каждой службы и спросил, почему такой настроен. Он же привыкший не утаивать того, что может быть полезно ближему, отвечал, я привык отчаивания в начале песни собирать помыслы и ум с душою, созывая их взывать к ним. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу Цареве и Богу нашему. Ну, где-то я читал тоже, что вот эта фраза, когда мы поем перед всеночным деньем и перед другими нашими последованиями богослужебными придите, поклонимся Цареве и нашему Богу, что с одной стороны это относится и призыв к людям, чтобы прийти и поклониться, с другой стороны это созывается ум, душа, тело, то есть дух, душа, тело, все вместе собраться и помолиться внимательно Богу. Наблюдая прилежно за действием и трапезного я увидел, что он носит при поясе небольшую книжку и, допросившись о всем, я узнал, что он ежедневно записывает свои помыслы и все это пересказывает пастырю и не только он, но и другие весьма многие из тамошних братьев делали это. Было же установлено это, как я слышал, заповедью великого онова пастыря. Вот такой обычай записывать согрешение даже и помыслом, если прегрешил записочки и потом их исповедовать. Видите, откуда ведет с древнего монашеского жития еще. А, к сожалению, некоторые пастыри современные ругают такой обычай. Помню в одном беседе отец Андрей Ткачев сильно обрушился с такой критикой, вот, придумали еще, записывают. Ну, никто из христиан-то не придумал, вот этот, видите, Бога вдохновенные отцы заповедовали такой обычай. Но, раз у нас нет каждый вечер исповеди в обычных храмах, то людям можно, говорит, записывать можно, а потом перед исповедью, чтобы не каждый день так зачитывали, оно же бывает повторяется, а просто, что за неделю или за две недели так уже сгруппировать и своих записочек сделать уже исповедь. Какие совершались грехи мысленные. Один из братьев был некогда изнан пастырем из монастыря за то, что оклеветал пред ним ближнего, назвав его пустословом и многоречивым. Изнанный он и стоял семь дней у ворот обители, упрашивая, чтобы его простили и позволили ему войти в монастырь. Когда душелюбивый отец услышал об этом и, прежде разведав, узнал, что изнанный в продолжении шести дней ничего не ел, то объявил ему, если ты непременно хочешь жить в всей обитель, то я помещу тебя в число кающихся. Мы видим здесь, во-первых, строгое наказание за клевету, во-вторых, глубокое покаяние этого брата согрешившего и видим такую прощающую любовь к пасторе, но в то же время он не просто хочет простить, а исцелить все-таки эту душу, чтобы такого больше не повторялось. И как кающийся принялся ее с радостью, то пастор и повелел его отвезти в особенную обитель, оплакивающих свои грехопадения. Все тогда же и было исполнено. Но как мы теперь упомянули о себе обители, то скажем о ней вкратце. Вот с этого момента начинается особое повествование отдельно от основного монастыря. Была такая обитель, ее называли темницей, где содержались особо согрешившие братья из обители. Туда они присылались либо на время, либо, если большие совсем грехи были, то она постоянная жительство. Но при описании этой обители случаются такие их подвиги, что Иоанн Лесничник даже делает такое предисловие. Так вот, расскажем об этой темнице. В расстоянии одного поприща от великой обители было место, называющееся темницей, лишенное всякого утешения. Там никогда нельзя было видеть ни дыма, ни вина, ни еле, никакой другой пищи, кроме хлеба и небольшого количества огородных растений. То есть видим, что особый пост там все время соблюдался не еле вареной пищи. В этом месте игумен заключает безвыходно тех, которые впадали в значительные грехи после вступления в выночество и помещал их не всех вместе, но каждого в особой келье, чтобы было удобно каяться, или по два в одной, но не более, и держал их всем заточение, пока не получал от Бога извещения о каждом из них. Вот представляете, то есть Бог постоянно беседовал с этим пастырем, и то, что он строил темницу, это Бога угодно было, то есть отправляет туда человека на покаяние, потом молится за все братья, и Господь ему сообщает, что такому-то брату прощен уже грех, принято его покаяние, и тогда пастырь возвращает его в обитель. Он поставил над ними и наместника, мужа великого по имени Исаака, который от порученных ему требовал почти непрестанные молитвы, а на отгнание уныния было у них множество ветвей для плетения корзин, то есть сугубый пост, сугубая молитва, бдение и сугубые труды. Таково было житие их, таково устроение, таково пребывание истины ищущих в лице Бога Яковля. И дальше, перед тем, как описать, как они жили, Иоанн предупреждает, что нам не нужно рваться на такие подвиги. Говорит так, удивляться трудам сих святых дело похвальное, ревновать им спасительное, а хотеть вдруг сделаться подражателем их жизни есть дело безрассудное и невозможное. Что значит ревновать им спасительно? Бывает, что у нас какие-то скорби случаются, не то, что мы сами на себя подвиг взяли, но скорби Господь попускает, и мы должны, прочитав вот это сейчас описание жизни в темнице, мы должны помышлять, что люди добровольно такое терпят. Нам Господь послал, нужно, значит, потерпеть. Будучи уязвляемы обличениями, будем вспоминать грехи свои, пока Господь, видя нужду нас, понуждающийся Его ради, не соблаговолит и сгладит грехи наши и скорби, угрызающие сердце наше, притворит в радость, как говорит о всем псалмопевец, помножду болезней моих в сердце моем, в такой же мире утешение Твоя возвеселишь душу мою в свое время. Не забудем Иси слов, которыми он вопьет ко Господу. И лик явил Месси скорби многие злы, и обрязь оживотворил Месси, и от бездна земли попадение моим паки возвел Месси. Вот здесь в приведенных стихах из Псалтири говорится, что скорби в первом случае по множеству болезней в сердце моем. Во второй цитате скорби многие и злы они оживотворяют, то есть очищают человека. Быть может еще не до всех до нас доходит, но самая большая беда у нас, когда мы греками добровольно отпадаем от Бога. Это самая большая наша проблема. И душа искажается, она походит уже не на Бога, не на человека, а на дьявола. Настолько душа искажается. И это действительно скорбь, и это нас убивает. И вот это искажение, эта болезнь, рана духовная, она лечится как раз внешними скорбями, а вернее терпением с благодарностью этих скорбей. Но это конечно большая мудрость и теоретически понять, и особенно на практике. Потому что мы знаем, что большинство людей, даже кто в храм ходит, боятся внешних скорбей, болезней. И даже в коллективе бывает, которые сотрудники храма очень сильно обижаются друг на друга, если кто-то оскорбит кого-то, или даже хотя бы не заметит, других награждают, его не наградили, и прочее. Ну, то есть считают за скорби то, что не является по сути проблемой для души. Это Божье лекарство. Вот есть такая лекарство оскорбинка. Так и в церкви бывает тоже, в частности, в приказской жизни. И нужно людей учить и на своем примере, когда скорби терпим, то пребывать в благодушии, в молитве, в покаянии. И теоретически учить своих прихожан и сотрудников и на практике учить, что нужно радоваться, когда скорби внешне, это Божье посвящение, этим очищается душа и вновь возвращается к Богу. Я говорил как-то по учению Максима Исповедника, дело покаяния, то есть очищение души состоит из трех элементов. Это терпение находящих скорбей, очищение ума от плохих помыслов, возделание добрых помыслов и понуждение на непрестанную Иисусову молитву. Видите, терпение находящих скорбей. Особо их искать не нужно, напрашиваться не нужно, но Господь будет устраивать своим промыслом, надо только потерпеть. Очень много поговорок, пословиц в русском народе про скорби. Господь терпел и нам велел, терпел Моисей, терпел Илья, терпел Елисей, потерплю и я. Так вот в народе говорят про скорби. Дальше. Блажен, кто будучи ежедневно укоряем и уничижаем Бога ради, понуждает себя в терпении. Видите, такой муж блажен. Он будет ликовать с мучениками. Вот мы прославляем мучеников, очень много служим, в году очень много дней посвящено памяти мучеников, мы их ублажаем или сильно подвиги, мы восхищаемся их подвигами, но в принципе в нашей обычной жизни по Божьему промыслу будут случаться такие моменты, когда мы можем вполне с Божьей помощью подражать мученикам, то есть терпеть скорби, оскорбления, уничижения, видите, будет ликовать с мучениками, дерзновенно беседовать и с ангелами. Блажен монах, который блажен монах, который каждочасно почитает себя достойным всякого бесчестия и уничижения. Вот очень важно, кстати, видите, блажен монах или просто человек, который постоянно считает себя достойным всякого уничижения и бесчестия. Это, в принципе, наше должно быть постоянное состояние, что мы не должны себя считать достойными не только внимания и почести, а даже покоя. Мы должны себя считать достойными всякого уничижения. И поэтому, когда случаются уничижения, скорби какие-то, то мы принимаем это как должное, как Божью заботу, о нашей душе, чтобы душа наша уподобилась мученикам, была очищена и освящена. Блажен, кто волю свою умертвил совершенно и все попечение себе передал своему учителю о Господе. Ну, с этим сложнее в миру и в наше время вот именно отречься о своей воле и передать своему учителю о Господе сложнее. Почему? Потому что таких мудрых учителей сейчас очень сложно сыскать. Ну, а священники, мы с вами себя такими не должны считать, что нам непосредственно воля Божия открывается и мы можем безошибочно людьми руководить. Мы можем, конечно, сообщать волю Божию через священное предание и священное писание, а свои советы давать очень-очень аккуратно. Именно как советы очень аккуратно и желательно даже в это время с другими батюшками советоваться более мудрыми, чтобы не ошибиться ни в чем. Так вот, кто умертвил свою волю, будет стоять одесную Иисуса распятого. Если кто отвергает от себя праведное и неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. Вот здесь красным выделено на слайде. Опять для современного человека, даже православного человека, это зачастую неприемлемо. Ну, когда обличают, справедливо обличают, и то тяжело терпят, а когда они справедливо обличают, то в этот момент нередко мы с вами считаем, что нам разрешено повышать голос, перечить, спорить, оправдываться, то есть нарушать Евангелие. А на самом деле здесь как раз и нужно исполнить Евангелие, подражать Христу, который не противоречил. Еще раз зачитаем, это очень важная мысль, с ней надо сродниться, ее теоретически знать и потом в практике ежедневно понуждать себя исполнять. Если кто отвергает от себя праведное или неправедное обличение, тот отвергается своего спасения. Представляете, сильное, иногда тут хочется так сказать, как в Евангелии есть, жестоко слово сие. Кто может услышать это, а тем более исполнить. Дальше мысль продолжается. А кто принимает оно со скорби или без скорби, тот скоро получит прощение с огрешением. Вот очень-очень важная мысль. Она сквозна для творения всех святых отцов. Кто принимает праведное или неправедное обличение, хотя бы даже и скорбел в сердце, тот скоро получит прощение с огрешением. А это нам и надо. Не только прощение каких-то конкретных с огрешением, а исцеление природы, то есть получение святости, очищение полностью от страсти. Но, собственно, для этого Господь и приходил, и это цель нашей жизни, поэтому стремиться к этому нужно. Веру и искреннюю любовь твою к Отцу мысленно возвещай Богу, и Бог неведомым образом известит Его по твоей к Нему любви и равным образом расположит Его к тебе и сделает благосклонным. Но это говорится о взаимоотношениях между духовным чадом и духовным отцом, что и в молитве нужно молиться за Отца Духовного, А Господь через Него будет нас спасать. Объявляющий всякого змия своему наставнику показывает истинную к Нему веру, а кто скрывает что-нибудь, тот еще блуждает по беспутиям. То есть говорится об искренней исповеди перед духовным Отцом. Нельзя ничего скрывать. некие зарождающиеся страсти. Тогда получим исцеление. Тогда всякий из нас познает, что в нем есть братолюбие, истинная любовь к ближнему, когда увидит, что плачет о согрешениях брата и радуется по его преуспеянии и дарованиям. вот даже говоря, что научиться сострадать ближнему легче даже, чем научиться сорадоваться. Ну, потому что зависть мешает, такое самолюбие мешает. Ну, на этом сегодня мы закончим. Еще раз я вернусь к слайду и прям может там запомнить, сфотографировать с экрана, чтобы каждый день стараться с этой мыслью родниться. Зачитаю еще раз. Если кто отвергает от себя правильное или неправильное обличение, тот отвергается своего спасения. К страшным словам. А кто принимает оное со скорби или без скорби, тот скоро получит прощение с огрешением. Вот это должно быть лейтмотивом нашей жизни то есть и трудиться мы должны но взамен ничего не должны ожидать только ожидать скорбей даже обличения скорбей и вот наши отношения от нашего начальства даже от благополучателей наших и принимать эти скорби как лекарства от своих грехов страстей и тогда вот такая душа будет спасаться ну слова конечно жестокие казалось бы для нас но надо их исправить это и есть евангелие в жизни именно так люди становились святыми людьми благодарю благодарю всех за внимание дорогие отцы брат сестры отец 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 Продолжение следует...